Всем привет дорогие друзья, с вами Вилноу и в этом видео расскажу вам о том, как голд фармить на новых рецептах, где вообще брать разнообразные эти новые рецепты из профессий, ну и соответственно, что может быть даже и фармить, как из реагентов, чтобы зарабатывать огромное количество золота. Но перед этим, конечно же, таймовички, таймовички это терминатор, но тот, который хороший, невероятно. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, нажимайте колокольчик для оповещений, оставляйте комментарии, вот и приходите на стримы с 12 до 14 и с 18 до 21, ну и естественно подписывайтесь на канал. Вот, ребяточки, рассказываю, что у нас за, что у нас как обстоят дела. Во-первых, где взять рецепты, начнем с того 440 качества. Те, которые будут 440, потом 455, потом 470, которые будут персональные, один-два предмета на профессию, непосредственно для того, чтобы круто одеть на себя и ух, смотри какая броня, проверяй. Вот, это у нас, ребяточки, падает где? В жутких малых видениях, которые сейчас у нас в Ульдуме. Жуткое малое видение в Ульдуме, это вот такой вот обелиск. Вы, имея профессию, уж не знаю, насколько прокачанную, ребяточки, но вроде как, вроде как, даже не обязательно сильно прокачанную, честно говоря, а может и обязательно. Я в этом не уверен, да, потому что, в общем-то, падает, да, то есть, смотрите внимательно, вот, в любом случае не промахнетесь, каждый день не появляются, если один раз не появилось, значит, скачните профу максимально, настолько, насколько это возможно. Конечно, в любом случае, чтобы что-то крафтить, скорее всего, понадобится более-менее нормальное количество знаний профессии. Просто заходить туда, убивать томобов в этом малом видении, и там выпадают эти вот самые рецепты, новые кулинарные рецепты, партняшка, кожевничество, все это там падает, внимательно смотрите, вот, и наслаждайтесь, как всегда, да, вот вам, пожалуйста. Там падают эти самые рецепты. Затем, пункт номер, как говорится, 2, где у нас 400 предметики выпадают, появилась куча 400 предметов, которые можно продавать непосредственно игрокам. То есть, это оружие, одежда, броня, у каждого профессии свои трюки, да, то есть, грубо говоря, у нас там кожевники могут делать и кожаную, и кольчужную броню, и лук, по-моему, они могут делать, и что-то еще, и кастеты, ну, короче, что-то они вот все это могут делать. Ну, теперь 400 левела, вот, как говорится, чи-чи, вот, потому что слишком сложно слово 400, 400-ю-десятью, как бы, да, 400-ю-десятью, ребяточки, они вот здесь у нас находятся, да, в дефолтных местах профессий. Просто вот здесь вот, очевидно, для арды и, очевидно, для альянса, они находятся у нас, ребяточки, ну, это я, конечно, не эксперт, но похоже, что где-то вот тут, по-моему, у вас у всех вот здесь профессии, либо здесь. По-моему, все-таки вот здесь у вас все профессии у Альянса. Просто приходите, говорите, здравствуйте, молодой человек. А может, пожалуйста, научить меня? Они такие, ну, конечно. Ну, конечно, ну, там уже нужен большой левел профессии, в общем-то, да. Сейчас давайте посмотрим партнерное дело, если он, конечно, разрешит нам посмотреть, что у нас такая возможность есть. Вот они, да. 170-то нужно навыка, чтобы 400-ые предметики. Например, полный комплект вот этой самой одежды, да. Естественно, для этого, видите, всякая возня туда-сюда, поди сюда. Ну, вот, ну, скорее всего, у них должен быть определенный уровень, у этих самых многоважаемых, вот, партняжных и непартняжных навыков, да, которые улучшаются под средством того, что идете вот сюда, вот сюда, военный штаб. И здесь, скорее всего, за почетные знаки вы, соответственно, все и апаете на второй, и на третий уровень звезды. И крафтите. А крафт у нас интересный. Ребяточки, а крафт у нас интересный. Что, как они все называются? Все новые предметы находятся под грифом «таинственные». Таинственные, да. И стоят они довольно неплохо, в зависимости от того, что они из себя представляют, да. То есть, вот они, куча таинственных, латных, нелатных. Видите, вот они, луки, вот, лук за 3 тысячи стоит, абордажный саблет за 3 тысячи. Почему у меня мигает так, это непонятно. Это броня, вот, компендиумы все еще хорошо, наверняка, в начертании будут продаваться, да. Вот, заточки, скипетры, ботфорды. Все есть в зависимости от специализации. Я, соответственно, более подробно об этом я расскажу уже в одном из другом видео, которое все обобщит. И расскажет о всех метах Голдфарма, непосредственно, которое у меня классическое видео, обобщающее все. Все, как, собственно, и с реагентами, такая же ситуация, там тоже все более подробно узнаете. Но я лишь только намекну о том, что вследствие того, что вышли предметы 440, 455 и 470, для того, чтобы одевать себя как броню, потому что вышла неолота, большинство мифик, рейдеров, профессионалов, как говорится, MLG, вот, они уже покупают все, что нужно. И, например, осминитовая руда у нас, смотрите, сколько стоит. Вкусняшка. Вкусняшка на осминитовой руде. Вот, огромное количество золота стоит у нас. Как я и говорил, руда штормового серебра стоит тоже довольно-таки вкусно. Как я говорил в видео по подготовке на старт 8.3, что скупить. Вот, да, вот сейчас самое время потихонечку начать продавать. Посмотреть, какие интересные цены у него. Да, то есть взять, например, что у нас там еще? Из сеченая, да, из, как говорится, вот, сеченая чешуя, вот, тоже нажатарская чешуя. Огромных денег стоит, да, для того, чтобы украфтить. Морская кожа, морская кожа, да, вот. Где у нас морская кожа, ребяточки? Вот она. Ну, конечно, я написал гайд, и люди решили автоматически задемпить. Все, нахрен, вот, извините меня, пожалуйста, за такие слова. Но решили задемпить, но ничего страшного. Я думаю, все будет нормально, и, как говорится, спрос победит. Это невероятное предложение, да, сумасшедшее, теперь появившееся. Ну, естественно, ребяточки, что там еще, я помню, платиновая, да. Платиновая, да, что-то стоит. Да, и платиновая поднялась в цене, как я и говорил, да, на все поднялась цена. Вот, кажется, я там еще говорил, вот эти вот краки, кракена в глаз, да. Да, вот, просто кракенов, я не помню, как правильно тут, видите, кракенов в глаз. Вот, ну, что-то, конечно, бак-бак-бак-бак-бак-бак-бак-бак. Вот, больше там поднялись, наверное, Асшарин, я помню, там, Асшарин. Вот, да, вот они, гляк, какие они дорогие стали. В два или в три раза дороже, да, Асшарины, вот, для крафта колечек себе там из ювелирного дела. Ну, там еще что-то, не помню, какой там был ресурс, да. Ну, то неважно, если кто хочет более подробно узнать, что сейчас подорожало вследствие профессии, да, идите, посмотрите гайд, который был полторы недельки назад о том, как подготовиться к патче 8.3. Там я подробно расписал о каждом моменте, который поднимется в цене. И это приятно. Большинство из этого все поднялось, естественно, от своей дефолтной цены. Поэтому, мяточки, голд фармите. Крафтите вот эти 400-е шмоточки. Люди одевают свинков в них, да, то есть, как я и говорил, они берут. По-моему, уже, собственно, хайды идут и покупают 400-е предметы. Вот. Мой совет просто крафтите 1-2 целых сета вещей, да, набора. Вот. И просто ждите, пока продастся. Было бы неплохо. Вот. Особенно так вы можете реализовать хорошо свой дисцеллиум непосредственно. И это довольно-таки неплохо. О чем у нас, ребятушки, будет следующее видео? Будет видео об аддонах. Думаю, возможно, вот, либо сразу после этого видео, либо через видео, да. Потом все методы голд фарма, непосредственно которых я только что затронул, да, обновлю. Вот. Пассивный голд фарм. Про финал, возможно, что-то расскажу. Новые маунты по всем классам. Вот. Как проходить жуткие видения. То есть, в конце этого недели я, как бы, Штормград вам покажу и так далее, что там у нас по жутким видениям. Как я лично проходил с его друг, собственно, Ида. Вот. Которого более-менее приодел я уже, да. Уже, вот, смотри, какой сильный у меня большой мужчина. Вот. Надеюсь, он справится со всей этой вознёй. Ну, в общем-то, вот так вот, да. Вот. Будет тоже появляться новое цикличное видео. А я надеюсь, ребятушки, вам понравилось это видео и было очень полезно. Вы расскажете об этом видео своим друзьям. Пройдёте на стримы с 12 до 14 и с 18 до 21. И обязательно подпишите на канал, поставьте колокольчик и расскажите в комментариях, что вы думаете о том, как сейчас приятно или неприятно реализовывать профессии. Так что, радочки, увидимся в новых видео и новых стримах. Субтитры сделал DimaTorzok